Моё уважение, господа, жизнь и страдания господина Бранте на шкурочу... Мне начинает нравиться этот парень. Что он делает с женскими сердцами, мама дорогая? Саму Октавию Меланит сумел влюбить в себя, признавшись ей в своих чувствах, соответственно. Сохранив при этом лицо и честь мужчины, не став игрушкой в её руках, мы тайно встречаемся в её всяких разных покоях. Она приезжает к нам в Анизотте, где мы и работаем. Сама дочь герцога Меланида пообещала нам, что будет помогать, и мы заручились в поддержке Меланидов, но... Меланиды ведут ожесточённую борьбу с Гаем Темпестом, которого я и поддерживал. Я поддерживаю учея Гая Темпеста, который пытается узаконить всех, и дворян, и простолюдин, чтобы закон распространялся на всех людей. Меланиды, наоборот, против Эми этого. И именно с дочерью Меланида я умудрился начать водить шашни. Но ничего, я думаю, это к чему-то да приведёт. Возможно, я сумею нашу девочку, нашу возлюбленную, как-то переубедить или ещё что-то. Я несказанно рад. Хоть она и вела себя как достопочтенная архейка, но я-то знаю, что ей нужна твёрдая мужская рука. Она девочка. Я не думаю, что она прям вся из себя какая-то герцогиня. Мне кажется, внутри неё таится простая девчонка, которой нужен такой же, такой добродушный парень, как наш Курощуп. Братья по несчастью. Господа, присаживаемся, мы взлетаем. За минувший год в семейных делах наступило затишье. В наших семейных делах наша семья, конечно, тоже испытывает те ещё трудности. У нас не очень много денег. У нас постоянные расприи между Стефаном и Глорией. Непонятно, кто будет главенствовать в семье, потому что наш Курощуп тоже рвётся к власти. Он показывает всеми силами, что достоин также главенствовать в семье и ничуть не хуже справиться с любой задачей, как и Стефан. Ссоры между Стефаном и Глорией притихли. Надолго ли? Дела службы отнимают у тебя всё время. Ты всё реже видишь родителей, братьев и сестру. Не всегда знаешь, чем они заняты, пока ты справляешься с потоком обязанностей. Мы всё ещё судья. Наше дело, конечно, в судейской, так скажем, префектуре не очень хороши. Против нас начинают уже водить козни. Пересуды пошли, что я якобы, ну, поддерживаю больше простолединов, чем дворян. Иногда приходится лавировать и принимать непростые для себя же решения. Этим утром ты выходишь из дома, чтобы отправиться по срочным делам. Не успев отойти от ворот, ты натыкаешься на человека в мундире жандарма. Опять меня кто-то вызывает? Капитан Ленат. Куращу Бранте вас просит немедленно явиться в темницу префектуры. Ты не без удивления спрашиваешь, в чём дело? У нас в камере ваши братья Стефан и Натан Бранте. Мы схватили их нынче ночью на постоялом дворе семьи Штайна. Они просили послать за вами мои братья в вашей камере? Вы посадили простолюдина и дворянина, мантии и почти потомка, претендующего на дворянство меча в тюрьму? Ребята, камеры в подвале префектуры встречают тебя холодом и затхлостью. Тебя подводят к решётке, за которой в углу сжался Натан. Наверное, ещё и плачет. Младший брат не брит, растрёпан. Куда больше обычного от него несёт вином и грязью. Неподалёку от камеры на стуле сидит мрачный Стефан. Видно, его не решились посадить в одну клетку с братом-простолюдином. А, всё-таки в одну клетку не посадили. Отдельное дали место. При виде тебя Натан издаёт жалобный звук, а Стефан невесело усмехается. Ножны на поясе брата пусты. Его лишили шпаги. Либо он её потерял. Вот и ты, Курощуп, говорит мне Стефан. Полюбуйся на младшенького. Он вчера напился на постоялом дворе с какими-то подозрительными дружками. Простолюдины. А дерзко представились наслаждением. Хм. Они буянили, разгромили заведение, домогались до падальщиц. Подавальщиц, извините, падальщиц. Я, как только услышал об этом, бросился спасать этого пьянчугу от позора. Как и следует старшему брату. Он опять идёт по своему уделу. Хоть и нехотя, он не уважает Натана. Он не уважает Глорию. Он вообще считает, что это просто люди и люди. Есть и есть, он всегда говорил. Но он опять пошёл. Опять взял ответственность в свои руки. Пошёл вытаскивать этого оборванца, чтобы он следует своему уделу. Он настоящий дворянин. Натан в ужасе забивается в угол. Я вошёл и потребовал, чтобы Натан отправился со мной. А подлые дружки его не отпускали. Неправда! Ты схватил меня за шиворот и просто потащил за собой. Чуть не задушил. Но Натан говорит правду, явно. И его слова похожи на то, что бы сделал Стефан. Закрой рот, маленький поганец! Так вот, брат, у них там какая-то секта. Они начали наперебой кричать Хулу. На близнецов. А один взял и схватил меня за руку. Мне пришлось вогнать в этого еретика шпагу. Сразу же ты убиваешь людей. Пусть хоть малая смерть его научит, что нельзя грязными лапами хватать дворянина. Он просто хотел обратиться к тебе, Стефан! Скорее всего, так и есть. Молчи! Дальше вырвались жандармы, и вот мы тут. Меня обвиняют в незаконном убийстве. Мол, в новом законе убить простоледина можно. Только если он напал или взялся за оружие. Новый закон? Тот самый, который проповедует и продвигает Темпест. Говорят, что в случаях оскорблений нужно подавать иск в префектуру. Так и есть. А я судья. И я-то это знаю. Мог бы в суд подать. Ты хватаешься за шпагу, как неподобающий... Это общество сгнивает из-за таких, как вот этот вот придурок. Так что теперь меня хотят лишить шпаги на целый год. Какой позор. И все из-за тебя, Натан. Лишить шпаги на год? Это звучит интересно. Это звучит как лазейка единственная, чтобы... Чтобы его немножко припустить и стать главенствовать в семье. А дальше будь что будет. Стефан в сердцах ударяет сапогом по решетке. Натан в отчаянии закрывает лицо ладонями. Курощуп, брат. Вся надежда на тебя. Как-то у меня и все варианты закрыты. Верни мне шпагу и вытащи нас отсюда поскорее. Нужно закопать эту мерзкую историю поглубже. Хо-хо-хо. Пока не успел никто узнать о ней. Спаси семью от позора. Обратиться к... Отказать в помощи. Ты не выстанешь вытаскивать братьев из беды. Обратиться к отцу. Ты убеждаешь главу семьи воспользоваться судейской властью, чтобы освободить Стефана и Натана. Вы видите, как качается моя голова? Вы же видите это? Шантажировать судью. У меня нет пути безудельного. У меня нет шпионской сети. Это, по всей видимости, путь абсолютно не дворянства. Это вообще другая история. И мне до этого, как до Китая раком, я бы не смог здесь. Забрать инквизицию. Путь священника. Это путь матери. Путь веры. Сила инквизиции должна была быть 5 рав... Ну, у меня нет... У меня этого вообще... У меня ничего этого нет. Воспользоваться властью. Путь дворянина есть. Но карьера моя не лучшим образом сложилась. У меня всего лишь 2. Нужно 5. Обратиться к отцу, чтобы вытащить. Я отказываю в помощи этим двум идиотам. Я не знаю... Ну, то есть, я не хочу их вытаскивать. Абсолютно точно. Я не хочу еще и к отцу обращаться. Вмешивать отца сюда. Стефан творит полную дичь. Я не знаю, что там делал Натан. С кем уж он разговаривал. Что там за тайное общество, которое про близнецов что-то говорило. Натан выпивоха. Он прямо действительно позор. И каждый... Он еще даже хуже сейчас, чем Глорией станет, мне кажется. Отказать в помощи. Без вообще каких-либо раздумий. Если на нас свалится позор, это будет не мой. Ты холодно говоришь Стефану. Он будет сам отвечать за свои решения, как должно дворянину. Да? Ты когда хватался за шпагу, ты о чем думал? Что ты не ебаться какой воин? Я не понимаю. Что ты дворянин и что тебе все зайдет с рук? Нет. Ты не станешь вмешиваться. Сами вляпались, сами и выбираетесь. Я хоть и дворянин. Но внутри меня сиится зло. Я хочу сместить... Я по-настоящему хочу его сместить. Я не хочу, чтобы такой человек главенствовал в нашей семье. Это первое. Второе. Я все еще хочу... Пусть я и дворянин, и всегда стремился к тому, чтобы заработать авторитет. Но я хочу, чтобы узаконили людей. Я хочу, чтобы дворяне и люди жили по единому закону. Чтобы суды над ними проходили... Ну... Это должно быть... Я не знаю. Правосудие должно восторжествовать. А не потому, что кем ты родился там... Нет, нет, нет. Уж с аркнами я не знаю, конечно, что делать. Потому что они вообще... Там до них не добраться. Думаешь, я прошу для себя, Курощуп? Я-то выдержу любой удар. И в смерти того простолюдина нет моей вины. Да? Я лишь пекусь об имени семьи. Но тебе, видно, нет до него дела. Нет. Мне есть как раз-таки дело. И ваша вот эта вот история, она так или иначе всплывет. Замять это невозможно. Ты убил человека. Однажды, однажды, лишь однажды, когда отец меня попросил сделать так, как надо было сделать, когда он убил человека, я стоял на суде и лгал, что ты взял шпагу, что на нас они напали. Я лгал тогда, ради нашей семьи, ради тебя, придурок, ради того, чтобы Глорией было. Я тогда солгал, когда ты убил человека в стенах этого замка брошенного. Ты тогда его убил. Я тогда солгал по просьбе своего отца. Сейчас ты идешь нахрен и разбираешься со своими делами сам. Ты каждый раз хватаешься за шпагу, гнида. Нет. Ты лишаешь людей жизни так же легко, как я сейчас отказываю тебе. Натан потухшим взглядом уставился в каменный пол. Ты разворачиваешься и уходишь прочь. Я пойду выпью кофейка. За убийство простолюдина Стефана прилюдно на целый год лишают права носить шпагу. Даже только тогда случившимся узнает отец и остальная семья. После приговора Стефан целыми днями не выходит из своих покоев. Ему его поездки и выходы в свет прекращаются. Старший брат стыдится показываться без шпаги. А, у него сейчас еще и тильт с депрессией его накроет из-за того, что случилось. Как бы он на нас, конечно. Мне просто страшно еще от того, что Стефан так легко карающий людей может прирезать и нас. Ведь мы не родные братья. Не по одной маме. Равнодушие. Нормально. Натана отправляют на тяжелые строительные работы. О, кстати. Отличное решение. Он хотя бы там, возможно, научится дисциплине. Работать. Да, так скажем. И просто будет при деле. Каждый раз выпивает. Чтобы тот отработал перед своим городом ущерб и испытал положенные по уделу страдания. Возвращаясь после изнурительного труда только к ночи младший брат ни с кем не разговаривает и запирается у себя. Натан. Абсолютный вообще. Уже вниз пошло отношение. Я не собираюсь с ними. Главенство в семье почти означает одиночество. Я понимаю, что они... Эти ребята не захотят. Они будут... Репутация семьи. Минус два. Мы почти в... Все-таки на семье это отразилось, да? В честь семьи. Но я думаю, что мы стерпим. Я думаю, что мы затерпим и запятнанную честь в скромное положение превратить наверное получится. Я не хочу лгать на суде снова. Я не хочу прикрывать этого дебила каждый раз, когда он хватается за шпагу. Запас сил плюс пять. Ладно. Дело отца Марка. У нас какое-то новое громкое дело. Очередной год судейской службы ознаменовался целым потоком преступлений против церкви. Новая вера все больше укрепляется в Анизотте. В нее уже давно переходят все только... Не только бедняки, которым из того нечего терять, но и многие зажиточные мещане и дворяне, особенно из молодых родов. Главой новой веры в городе считается отец Ленарт, настоятель храма у Белого Древа. По слухам, городские верхи мечтают изгнать его из провинции, но священник пользуется слишком большим уважением в народе. Но они не смогут уже все. Уже новая вера действительно приобретает некую силу. Видишь, что тут даже еще и пишут, что не только обычные бедняки туда... Если поначалу можно было всех попало там принимать, да? То сейчас даже дворяне понимают, что в этом есть какая-то правда. Вас заваливают исками и жалобами о несоблюдении уделов. Каждый день горожане пытаются уличить кого-то из соседей в ересе. За многими требованиями стоят обычные простолюдины, сторонники старой веры. Они боятся, что расплатой за отход от уделов станет давно предреченный гнев богов. Однако почти все иски вам приходится отклонять. У префектуры нет власти разбирать и наказывать за преступления веры. Это вот что на самой церкви. А, и инквизиции. Мы не можем церковников судить. Суд над послушниками церкви проводит именно сама церковь близнецов и инквизиция. Это отдельный пласт. Эти дела разбираются вообще в другом месте. Мы рассматриваем именно гражданские дела, я правильно понимаю? Ясненько. Рабочий день в префектуре в самом разгаре. Дверь в той кабинет распахивается. На пороге возникает рослый жандарм в офицерском мундире. Он снимает шлем, приглаживает короткие бледные волосы и отвешивает тебе быстрый поклон. Короткие бледные волосы? Томас? Нет, это капитан Ленат. Господин судья докладывает капитан Ленат. Мои ребята наконец схватили опасного еретика и вероотступника отца Марка. Префект велел доставить его вам на разбирательство. Ведите его сюда. Так, отец Марк. Опасный еретик и вероотступник. И за новую веру, да? Я наоборот за новую веру. Мне кажется, что нужно. Но здравствуй, родной. Два жандарма вводят невысокого полноватого мужчину в старый замызганной грязью ряси. Несмотря на церковное облачение, на нем нет святого символа близнецов, креста в круге. Да, он не обладает. Странного священника усаживают напротив тебя. Он немало не взволнован своим арестом и изучает тебя живым, любознательным взглядом. Он даже не удивлен, что его схватили. Вот он, отец Марк, собственной персоной. Мы схватили его, когда он пытался проповедовать свое учение прямо посреди питейного заведения для черни в Север-Сером квартале. Питейное заведение это, ну, обычный бар. Кто-то оскорбился и позвал жандармов. Тут-то мы и подоспели. Ну, кому-то не устроило. А что, новая вера? И набрали, короче, куда надо. Еще с юных лет тебе известно имя отца Марка. Вот вы знаете, Марк, Фома, это все, это все, это все оттуда. За последние годы мятежный богослов собрал вокруг себя целый культ отрицающих служение близнецам. Среди его последователей и дворяне, и простые люди, и даже другие священники. Орден Инквизиции давно объявил охоту за этим геретиком и вероотступником, но до сих пор отцу Марку удавалось избегать возмездия. Поговаривают даже, что у него влиятельные покровители. Но каким-то образом он так легко попался в питейном заведении? Может быть, он хотел сюда попасть именно ко мне, именно в этот день? А вот, господин судья, свидетельство посетителей заведения. Это, наверное, бумаги, да? Ты пролистываешь записи со словами очевидцев. Значит, пишут они, Отец Марк не просто пытался наставлять людей. Он бросает вызов даже не уделам, а самим близнецам. Отец Марк проповедовал, что у богов нет никакого замысла для людей, поэтому никто не должен ни служить им, ни готовить свою душу к посмертию. Он имеет в виду то, что и имел я, когда родился наш Курощуп. Никакой судьбы нет, мы вершим свою жизнь самостоятельно. Никакие близнецы не руководствовали, то есть нету никакого смысла в жизни. Смысл в самой жизни. Живи жизнь. И на этом все. Близнецы не говорили следовать уделам. Близнецы не даровали никому власть и еще больше, наверное, близнецы не разделяли людей на некие сословия. Все это сделали сами люди, когда выросли и поняли, что одними нужно управлять, другие должны управлять, а третьи должны за всем этим наблюдать и в случае чего просто стереть с лица земли все это всех этих, всю эту чернь. Отец Марк, он бросает вызов даже не уделам, а самим близнецам. Говорит, что... Но он не говорит, что близнецов нет. Он верит в богов и в то же время говорит, что боги никакого замысла для людского существования не затевали. Они просто создали этот мир для того, чтобы этот мир жил, чтобы он был по своему, возможно, подобию, сделали людей, а все остальное, все, что происходит сейчас создали люди. Он, наверное, проповедует это. И когда я родился, я сказал, судьбы нет, ничего этого нет. Хоть и улыбнулся я странной тени, но тень, я не видел, что... Я не видел в тени некого образа близнецов или бога. Я в тени видел некую. Это было немножко другое. Это не вера была. Ты откладываешь бумаги в сторону, пора допросить крамольного священника. Итак, что он проповедовал и к чему склонял слушавшихся людей? Отец Марк в ответ обезоруживающе улыбается. Какой добрый господин, дорогой друг мой, судья. Вы лучше меня знаете, что я не нарушал земной закон, на страже которого вы стоите. Я священник. О проповеди священников в империи не запрещены. Я знаю, но ты же почему-то попал сюда. Я проповедовал о том, как следует жизнь земную жизнь, единственную, которая нам дана, что нельзя растрачивать ее на служение этим богам. И ведь он прав, если мы говорим о том, что я себе выбрал на этом пути. Нет сомнений, близнецы любят нас. Нет сомнений. Но их любовь такое же мерзкое насилие над нами, как и их закон. И весь мир тому одно огромное доказательство, и ведь он прав. Возможно, боги не задумывали вообще. То есть, это все... Мне близко. Мне близко это даже в жизни. Понимаю, такие речи вам могут быть не по сердцу. Да нет, они мне по сердцу как раз таки. Кофе будешь? Но боюсь судить меня за них не в вашей власти. И он тоже прав. Ведь по мнению самой же церкви я несу удел священника. Верно? Значит, меня может судить только трибунал инквизиции. Он прав. Вы могли бы отдать меня душегубам в черных рясах, но вы ведь ничего не получите взамен. Инквизиция только и ждет моей поимки, чтобы разжечь свои костры по всему анизотте. Разве к этому вы стремитесь, друг судья? Друг. Передадите меня им и не успеете заметить, как вместо префектуры закон в провинции будет чадить инквизиция, и он тоже прав. Ведь вообще церковь тоже пытается быть при власти. Более того, я думаю, что в церкви на данный момент ну, что называется, маленький план зреет, как бы сделать так, чтобы префектуры не было вовсе, а людей судили церковники и инквизиция. Мне кажется, если пойти по пути церкви и внедриться в их общество, так скажем, там наверняка будут люди, которые скажут, что в префектуре работают ну, не те люди и префектуру давно надо сместить. То есть суды над людьми и дворянами должны проводить церковники. Мне кажется, это тоже такая история с географией, что здесь каждое сословие, более того, еще и вот эти вот организации, да, так скажем, префекты, где судьи, где... То есть это все, они тоже борются за власть. И он прав. Так давайте же рассудим, как вам надлежит со мной поступить. Вы не вправе судить меня сами. Отдадите инквизиторам пошатнется власть префектуры. А значит, друг мой, вам нужно меня отпустить. Так будет лучше и для меня, и для вашего префекта, и для вас лично. Уж поверьте самому философу. Он в какой-то степени не то чтобы прав. Я бы просто, ну, я отпустил бы его. Дайте мне... Ага, ага. На этих словах капитан жандармов вдруг понимающий ухмыляется и склоняется над твоим ухом. А они еще и здесь стоят? Они свидетели нашего разговора? Ты невольно замечаешь множество шрамов, которыми испещрена его шея. Ого, он что, был повешен или что с ним? Господин судья, ведь старик-еретик прав. Если он не лишен удела священника, им должна заниматься инквизиция. Префектуре слишком опасно ввязываться во внутрецерковные дела. Так какого хера ты привел мне его сюда, а, капитан? Мы подставляемся с тобой сейчас оба. Ты зашел с ума. Строго между нами. Если верить моим донесениям, с этим марком тайно якшается сам патриарх Кассий. Если вы без лишнего шума отпустите еретика, патриарх может вас отблагодарить. А он очень богатый, господин. А ты привел меня... Ты зачем его сюда привел? Ты кто такой? А ты? Капитан Ленат. Как-то мы с тобой не познакомились, не успели. Это кто? А, Жанна, да, это? Это же Жанна. Я ее знаю. Капитан замолкает на полусловие. Дверь кабинета распахивает без стука. Распахивается. На пороге стоит молодая женщина в черной рясе. Инквизиция и с серебряным инквизиторской булой на ее боку. Это же Жанна. А где у меня отношения? Вот отношения. Вот она, Жанна. Это же Жанна. Служительница Ордена Инквизиции. Непримиримый борец с колдовством, ересями и вероотступничеством. Не, неотступно следует канонам старой веры. Это же Жанна. Я ее знаю. Знакомая. Ну, ладно. Господин! Перед вами сестра Жанна. Я служу Ордену Инквизиции. Ты вдруг вспоминаешь это строгое лицо и пронзительный взгляд карих глаз. Вспоминаю. Служанка из храма у Белого Древа. Та самая. С которой ты столкнулся еще в отрочестве. Та самая. Теперь носит одежды Инквизитора. Да. Она стала Инквизицией. Это даже странно. Ваши люди нашли и задержали отца Марка. Прекрасно. Мы давно разыскиваем этого лжепроповедника. Вы должны знать, господин судья, что ваш светский закон невластен над священниками. Марк нарушил обеты и предал свой удел. Он пророчил близнецов. Порочил. И признал, призвал людей отказаться от них. Да не от них, ты глупая. За это он и предстанет перед Инквизиционным трибуналом. Судья Бранте, сидящий перед вами человек, крайне опасен для жителей Анизотти. Своими речами он уволил, уводит людей от близнецов и тем обрекает на муки у подножия столпа. Только церковь знает, как пресечь его ересь. Немедленно передайте отца Марка в мои руки. Выйди за дверь, забери с собой всех этих ребят, мы с ним сейчас пообщаемся. Сестра... О, четыре варианта. Да и три из них закрыты. А, стоп. Давай осудить правосудие. Отдать. Осудить. Закону. Блин, отпустить. Почему я не могу? Тайные планы! Я не могу отпустить его! Сестра Жанна встает в дверях всем своим видом, показывая, что не уйдет без узника-еретика. Жандармы во главе со своим капитаном молчаливо ждут твоих приказов. Отец Марк, как ни в чем не бывало, развалился на стуле и с любопытством следит, чем ты закончишь разгоревшийся вокруг него спор. Вести дело с Инквизицией. Теологии нет. У меня столько статистики нет. ты настаиваешь, что будешь участвовать в процессе против отца Марка. Инквизиция должна прислушаться и к твоему судейскому слову. Отпустить. Мне не хватает тайных планов. Сука! Это какой-то математический, я не знаю, математическая порнография. Я должен реально следить за всеми этими статистиками, начиная еще с самого детства. Ну как мне везде все успеть, чтобы всем помочь? И в то же время я должен как будто бы жертвовать чем-то малым, чтобы потом помочь кому-то ну прям более... Давай наберем, где моя женщина? Она должна решить этот вопрос, она же умеет это, она же крутая. Отец Марк не нарушал законов империи. Если Инквизиция хочет добраться до него, пусть ловит своими силами. Отпустить. Так, кстати, я его отпущу, его на пороге схватят. Пусть ловит своими силами. Там что, пацаны внизу стоят, наверняка, на Гелендвагенах. Отдать Инквизиции. Ересь отца Марка делай Инквизиции. Ты отдаешь пленника сестре Жанне. Осудить. Закону империи должны подчиняться все сословия. Ты найдешь способ осудить отца Марками силы фификтов. Есть ли вообще вариант того, что я его... Если я осужу его... Если я сейчас отдам его Инквизиции, они с ним просто... Они с него три шкуры сделают. Надо оставить его как будто бы... Да, я оставляю его. Осудить. Мне кажется, я потеряю должность. Нас уволят. Ты вели жандармам отвезти Марка в темницу. Может быть, мы сделаем так, чтобы он убежал оттуда? Священник лишь сокрушенно качает головой. Ты у меня не было выбора особо. Ты либо туда, либо сюда, друг мой. Капитан жандармов бросает лукавый взгляд в сторону сестры Жанны и командует своим бойцам сковать священника. Лукавый взгляд? Как вам угодно, господин судья. Нет, как мне угодно я не смог сделать. Видя, как жандармы уводят отца Марка прямо из ее рук, сестра Жанна задыхается от гнева. Хм. Как вы смеете идти против суда инквизиции? Не в вашей власти решать судьбу священника, пусть даже такого заблудшего еретика, как этот отец Марк. как будто бы ко мне кто-то пришел. Его можно судить только другой священник, а если вы мните иначе, то вы позабыли про свой собственный удел. Кошмар. У меня есть ощущение, что я потеряю свое место. У меня опасное положение, карьера единичка. Правосудие, да, но карьера единичка. Есть ощущение, что мы... Боже. Знаете, господин Брандт, инквизиция запомнила ваше имя. Мы добьемся, что вас лишат судейского звания за этот произвол. Это нехорошо. Господа, это нехорошо. Дождався, пока разъяренная Жанна уйдет, ты отправляешься к Эльборну. Благодаря твоей руке префекта и твоим судейским решениям власть закона в провинции растет. Вслед за простолюдинами уже и дворяне начинают призывать полномочия префектуры. Не пора ли сделать следующий шаг? Священники должны признать над собой земной закон такой же, как и загон небесный. Это очень опасно. Префектуру могут осудить. А кто может судить префектов? То есть, над префектами какой-то властный суд есть или церковь и префектура вообще вне закона? То есть, что делает? Делает то, что делает. Если я осудил человека, мне-то что-то будет за это? Мне угрожает то, что меня лишат судейского кресла. Это нехорошо. Священники должны признать над собой земной закон такой же, как закон небесный. Ну и что мне скажет Натальборн? Весьма дерзкий поступок, Бранте. Вы пошли против воли инквизиции. Это может вам дорого стоить, но я согласен с вами. Кто лучше отца Марка подойдет на роль первого священника, которого осудит не церковный трибунал, а имперский закон? Слушай, а может быть мы все-таки правильно поступили? Ваш пленник еретик и вероотступник. Инквизиция не сможет защитить его. Значит, мы сумеем довести дело до конца. Я даю согласие. Готовьте обвинение, Бранте. Ты назначаешь судебный процесс как можно скорее, чтобы не успела вмешаться инквизиция. Но в день суда зал все равно заполняют возмущенные священники и подозрительного вида простолюдины. Слышится как требование отдать отца Марка в руки церкви, так и выкрики в защиту мятежного богослова. Сам Марк спокойно дожидается обвинительной речи, сложив руки на груди. Ты берешь слово. Ты обвиняешь Марка вовсе не в ересе, а в подстрекательстве к мятежу против имперской власти. То есть я разворачиваю от него обвинение в ерете. Блин, слушай, мы вообще творим какое-то абсолютное... Это же просто игра на букве закона. Я это беспредел при помощи при помощи законных этих. Марк призывает отречься от почитания Близнецов. А ведь Близнецы помазали Темпестов на земное правление. Следовательно, призыв к отречению от Близнецов это бунт против династии Темпестов из самой Империи. Блин, это все какое-то... Он не призывает отречься от Близнецов. Он говорит, что Близнецы нас любят, но они не... Он больше проудел. Боже. Ну, ладно. Ты заключаешь. Отец Марк бунтовщик и изменник, и его преступление в полной мере подпадает, да, под власть префектуры. Но это все игра на букве закона. Это мы переиначили то, что... То, с чем к нам под... Ну, как бы попал отец Марк. Мы просто переиначили. То, что говорилось в записках свидетелей, просто было перепис. То есть, мы переиначили слова людей и самого Марка. То, в чем его обвиняет церковь, это немножечко другое. То, в чем обвиняем его мы, это почти защита его лично, то есть, его жизни. Я не знаю, конечно, какой будет приговор, но... Ни один судья из коллегии не смеет выразить такому обвинению. Своей речью ты вынуждаешь их идти против воли инквизиции. Нехотя, и сквозь зубы они признают, что Марк должен быть осужден светским судом. Приговор говорит, сидя на скамье подсудимых. Надеюсь, господа судьи, вы достаточно потешили самолюбие и утвердили свою власть. Но все вы, к сожалению, лишь рабы чужой вам воли богов. Пора отдавать меня инквизиции, ведь только церковь знает, как именно меня следует наказать. Не понял. Ты что, дурак? Я пытаюсь, я наоборот пытаюсь тебя спасти. Церковь тебя изничтожит. Жандармы грубо затыкают отца Марка, чтобы не смел он далее смущать общество своими еретическими речами. У выхода из зала уже стоит сестра Жанна. Холодное неподвижное лицо служительницы церкви не выдает никаких чувств. Осужденного отца Марка передают в ее руки. Мы ничего не добились. Она забирает мятежного священника в каземат инквизиции. Там его ждет заслуженная кара. Мы ничего не добились. В судейской коллегии заседал и твой отец. Боже мой. Отношения Жанна. Ого, подожди. Вот это процесс. А во главе его мой сын. Такого наша провинция еще и не слышала. Священник был осужден префектурой. Теперь многие судьи затаят на тебя злобу за то, что ты столкнул нас с инквизицией, но я горжусь, что ты пошел до конца. Мы справимся, чтобы не готовила нам судьба. Я не хочу, чтобы судьба нам что-то готовила, честно говоря, мы просто в полной жопе, отец. Я еле держусь. Жанна, да, у нас плохие отношения. Опасное положение. У меня ноль. А, у меня один, подожди. Единичка. Но правосудие плюс один. есть ощущение, что здесь все кончено. Я потеряю свою работу. Боже, правосудие, народ под защитой. Буквально восьмерка. Очень сильная уже как бы цифра, да, народ под защитой. Вот здесь надо лавировать на самом деле, потому что захват власти народом плохая идея. Восьмерка, девятка, хорошие цифры, десятка, опасные для меня же самого. Ну, а единичка на карьере это просто какой-то кошмар. Дипломатия 18. Я вхож в высшие круги. Слушай, я не знаю, по-моему, даже больше приобрел, чем потерял. Условия выполнены. Это событие... Событие... Погром в лавке. Это событие вызвано тем, что я сейчас сделал. Правосудие 8. Погром в лавке? Еще одно дело. Мне так страшно потерять судейское кресло. Мне кажется, вместе с судейским креслом у меня отнимут еще и дворянство. Мне скажут, что я там... Я пошел против своего дела. Я сделал... Ну, я боюсь, что все, ради чего я старался. Каждый мой шаг уже какой-то, ну, критический. Твоя служба на посту судьи приносит ощутимые плоды. Городские и простолюдины все чаще приходят в префектуру отстаивать свои права и добиваются своего. Под защиту судя подтянулись еще и люди из окрестных деревень. По всей провинции идет молва. Наступило новое время. Теперь законы вправду общий для всех. И этому я... Ты понимаешь, насколько? Мы очень близки к тому, чтобы сравнять хотел сказать людей с землей. Нет, мы выравниваем законодательный вот этот вот... Этим утром на дороге префектуру ты предвкушаешь спокойный день полной работы с бумагами, но не успеваешь ты войти в кабинет, как вслед за тобой влетает Эль Борн, мой наставник. Бранде, не торопитесь за стол. Вы назначены на срочное разбирательство. Суд? С утра в префектуру пришла лавочница, старуха Штайнер с двумя внуками. Лавочница. Она попросила наказать господина Эль Верже, который поджег ее лавку и попытался ее ограбить. Так вот, еле успели Штайнеры составить бумагу, как примчался сам Эль Верже и немедленно подал в суд на Штайнеров обратный иск дал с обвинением в убийстве самого себя. Что? Я пришел предупредить вас, Бранте. Хотя семья простолюдинов и оборонялась, это дело надо решить в пользу Эль Верже. Чуй-то. Слышать от Эль Борна неожиданно такое, да, вот это? На твой вопросительный взгляд префект хмурится. Почему? Я объясню. Раньше лавочниками вроде Штайнеров и в голову не пришло бы идти судиться с дворянином. Все, как вы помните, решалось в пользу дворян, да? Но теперь закон стал сильнее, наши с вами усилия были не напрасны. Но сейчас дело дошло до того, что простолюдина убили дворянина. Боюсь, перемены случились слишком резко. Так я тебе об этом и говорил, когда ты быковал на мою девочку. Где она, кстати? Почему она вообще не появляет? Правящая верхушка провинции внимательно следит за каждым нашим шагом. Оправдать убийство дворянина это будет уже слишком. наместник и бургомистр могут решить, что пора забрать права простолюдинов назад. Вот о чем я и говорил, нужно быть аккуратней. Мы не можем этого допустить, Курощуп. Боже, это какая-то вообще, что, зал суда. Ты выседаешь во главе коллегии. На одной из камней угрюмый Максимилиан Эльверже. По бумагам дворянин меча. Он дворянин меча. Потомственный. Живет на доходы семения. Он нервно поглаживает рукоять шпаги и шумно дышит. Готовый взорваться в припадке гнева. На другой из камней простолюдины Штайнер и хозяева известной в городе ювелирной лавки. Известной в городе. Анна Штайнер. Дряхлая невысокая женщина, укутанная в несколько слоев темного шелка, с вызовом смотрит на Эльверже. Двое внуков с невыразительными лицами молчаливо стоят у нее за спиной. Мой отряд, говорит капитан Ленат, заметил пожар в лавке Штайнеров. Это суд. Мы врываемся внутрь. А там эти самые Штайнеры стоят над телом господина Эльверже и смотрят, как оно рассыпается в прах. Ну, как бы, перерождается. Это была его неистинная смерть. Он переродился и пришел сюда подать ответный иск на то, что они убили его. Старуха Штайнер вопит, что ей нужно обратиться в префектуру. Вот мы ее с внуками сюда и доставили. А господин Эльверже прямо у нас на глазах малую смертью скончался. Густаф Эльверже дворянин, крупный землевладелец, ведущий разгульный образ жизни. Понятно все. Подлиц! Ти простолюдина убили меня! Я... Боже, карьера, карьера, мы в таком дерьме находимся. Ты строго призываешь дворянина к порядку. Сначала пусть выскажутся простолюдины. Это Анна Штайнер, хозяйка ювелирной лавки, глава обширного и зазыточного семи. Этот ваш господин Эльверже заявился в лавку на рассвете и принялся колотить в дверь. Мы открыли, хоть господин был жутко пьян, на ногах еле держался. Он потребовал показать ему жемчуга. Ну, что поделать, я и показала. А он давал сгребать наши жемчуга себе в карманы. Он был пьян. Я ему, жемчуга-то не бесплатный, господин, а он шпагу достает. Я дворянин, говорит. Для меня тут все должно быть бесплатное. Такой, кричит, я, стало быть, объясняю. Двадцать монет за жемчуга. А он хватает лампу горящую и бросает ее об пол. Да сам как побежал на меня со шпагой. Как она с ним справилась? Или это дети ее, внуки? А внуки меня защищать бросились. А не господину возьми, да да и оттолкни. Безо всякого оружия вы не подумайте. Господин Эльверже ударился виском о витрину, да и упал навничь. Мы подошли справиться, а он уже и помирает. Не мы его погубили, а собственная злоба. А я пришла не в убийстве каяться, а просить вас, господин судья, уберегите нашу семью от этого кровопийца. Лавку еле потушили после него злодея. Боже, судья, да я могу... О, боже! Ах ты, карга неблагодарная, тебе бы радоваться, что я беру твои жемчуга сратые, их бы весь высший свет увидел. Давай решение. Блин, мне придется пойти реально против вообще всех законов, даже своего внутреннего. Мне нельзя, я не могу, я лишусь кресла своих, я не... Это, возможно, будет мое последнее слушание, если я сейчас сделаю по-другому. Ты еще и богохульщица, которая не знает свой удел. Мещане не могут перечитать, перечить нам, дворянам. Ибо вам это и не позволено. А я свой удел знаю, мне властвовать положено. Вот скотина. Так что я в своем праве, когда беру у черни что захочу, и господин судья со мною согласен. Господин судья, я обращаюсь к вам как к дворянину к дворянину. Это неслыханно, чтобы чернь такое себе позволяла. Скотина, закрой рот, эти торгаши забрали мою первую жизнь. У меня наследника рода Эльверже. Первую жизнь! Кстати, господа, мы ни разу с вами за все протяжение всей я не умер ни одного раза. Я не знаю, мне почти под каждой серией пишут, что я буквально на шаге был от смерти, и я снова ее миновал. Я требую, чтобы их штайнеров сейчас же вздернули на виселице, ты дурак что ли? Или сожгли на костре, ибо олени исповедуют ересь Фомы. Только еретики отрицают свой удел. Да, войдите! Войдите! У меня здесь тоже дела решаются, понимаешь? В зале суда поднимается ла-гам. Люди, явившиеся поддержать штайнеров, приходят в ярость от слов дворянина. Благородные друзья эльвержа неистово требуют заткнуть рот простолюдинам. Ты призываешь к порядку, но тщетно. Зал не успокаивается, пока ты не вынесешь решение. У нас проблемы. Ты потираешь висок. Да, как я всю эту, я сижу и потираю висок. Если ты сумеешь оправдать старуху, это дело станет небывалым случаем для всей империи. Никогда еще простолюдины не имели права защищаться силой даже друг от друга, не говоря уж о дворянах. На твоей стороне укрепившееся влияние префектуры, но не в префектуре меня выкинут оттуда. Ты мог бы даже попытаться узаконить право простолюдинов мага, защитить свою жизнь. Однако такой дерзкий шаг не пройдет без поддержки могущественных людей. Набрать моей любимой. Наказать, дать право на оборону. Оправдать, наказать. Вспоминается и предупреждение Эльборна. Чем может обернуться твое решение для простолюдинов о Низотте? Должен ли ты оправдать семью Штайнера и сможешь ли наказать? Закон должен встать на сторону дворянина, погибшего малой смертью. Оправдать. Мне дипломатия позволяет это сделать. Но все это на данный момент просто разрушит мою карьеру и, возможно, жизнь. А, возможно, и... Я не знаю, мы в таком дерьме находимся. Это, наверное, самое сейчас... Это одно из самых сложных решений наказать. Рано. Понимаете? Рано. Дело. Провинция, карта империя. Провинция, церковь, достаток, макро, порядок. А где здесь вот эта история другая там? Дело. Подожди. Ну вот карьера, да, наша, допустим. У меня единичка. Крах карьеры это ноль. Поддержка властей и дворянской сословии. Меня выкинут оттуда, если я... Плюс ко всему Эльборн приперся ко мне и пытается мне сказать, что мы должны пойти. Все-таки это правосудие может быть и не восторжествует. Нет. У меня его и так очень много. Народ под защитой. Я понимаю, что я иду вообще, типа, ну это личность. Я не знаю, куда мне нажимать, чтобы хоть как-то сейчас... Это самое сложное решение, которое я когда-либо принимал. Наказать Штайнеров просто по закону, который, ну вот, на данный момент существует. Они убили человека. Он? Я не знаю, вот она говорит, я со шпагой на нее понесся. О, он на меня, говорит, со шпагой понесся. Дети его толкнули. Он ударился, умер. Самооборона. Надо их... Я не знаю, это все очень... Это попахивает просто каким-то концом для моей карьеры, плюс ко всему Эльборн, которого надо слушаться. Наказать Штайнеров, но я надеюсь, их не повесят и... Я не знаю, я не хочу лишаться кресла. Блин, какая я тварь. Я такая тварь. Я тваса тварина. Я спекулирую на каких-то вонючих. Дать право на оборону. Каждый житель провинции получит право защищать свою жизнь. Но у меня нет покровительства властей. Где мне это вообще было взять? Покровительство властей. А то, что я с... Магри... Блин, ну то, что я... Наказать. Коротко и бесстрастно ты оглашаешь решение. То самое, которое и ждала большая часть зала. Требование Эльверже будет удовлетворено. Штайнеры совершили убийство дворянина. Их вина несомненно. Нападал на них Эльверже или нет, не имеет значения. Просто людин не может поднять руку на дворянина. Всех троих повесят этим же днем. Назад. Верните, блядь. У меня рука... Никогда мы от господ добра не ждали. Нечего было и начинать. Рассказов-то сколько было о вашем правосудии, а на деле ничего не поменялось. Позор вам, судья. Заседание суда окончено. Старуху и ее внуков отправляют готовиться к казни. Эльверже вежливо приподняв шляпу уходит. У дверей тебе встречается Эльборн. Префект провожает тебя понимающим взглядом. Это был первый и последний раз, когда я пошел у него на поводу и на его просьбу ответил... Блядь. Бабку с двумя детьми сейчас повесят из-за того, что... Я думал, хотя бы, я не знаю, ну просто там накажут, отхлещут. Ну какое повешение, блядь. Вы еще гоните? Что это за залупа? Правосудие минус два. Но я все еще... У нас борьба за правосудие. Народ под защитой плюс один будет, и я вернул все это. Остаток дня ты проводишь бездумно, бродя по собственному кабинету. Тяжелый день наконец подходит к концу. На самом деле судья не должен... Судья должен быть трансцендентен. Подожди, почему я так себя чувствую? Остановись. Ты судья. Ты не должен переживать за судьбу этих людей. Ты должен быть трансцендентен. Трансцендентность. Что такое трансцендентность? Вот, например, я производитель ножей. Я произвожу ножики. Моими ножами пользуются люди разной, так скажем, на разных сословиях. Неважно. Какая-нибудь женщина, купившая нож, нарезает им огурцы. Она использует нож по назначению. Но есть люди, которые, купив нож, могут зарезать другого человека. И только с этой целью он и покупал этот нож. Получается, я произвожу холодное оружие. Я произвожу оружие убийства. Но я трансцендентен к этим ситуациям по причине того, что я произвожу ножи. А как ими пользуются люди не имеет значения. Я не имею к этому отношения. Это решают люди. Я должен быть к этим ситуациям трансцендентен. Запас сил, дипломатия, у меня все остальное. А карьера поднимается? Я вообще никак по карьере. Карьера? Я рассчитывал, что у меня карьера поднимется. Друг народа. Рэми Эльвельмарн. Сделка. Никакой сделки у нас нет. Друг народа. Подожди. Это событие вызвано своими другими поступками. И это тоже из-за того, что я сделал в предыдущих частях. Это тоже событие. Не надо. Хватит. Я не выдержит. Мечер одного очередного дня на службу префектуры. От бесконечного заполнения бумаг схводит пальцы и рябит в глазах. Сегодня тебе предстоит закончить вынесение новых указов Большого Имперского Совета в схвод законов Магры. После этого документ отправится на подпись наместнику провинции. Стук в дверь. О, здорово. Ты неожиданно не ожидал увидеть этого человека. В кабинет входит Майер Эггмант. Первый богач Магры хозяин серебряных рудников предводитель мещанской партии в Малом Кворуме. Он у нас дома был мы его приглашали. На нем дорогой сюртюк из светло-серой ткани без драгоценностей но с украшенной вышивкой. Лучшее что может позволить себе простолюдин. Эггман протягивает тебе широкую загорелую ладонь. Она твердая натруженная в вечных мозолях. Перед тобой человек который заработал богатство своим трудом. Добрый день! Не так-то давно мы встречались с вами по делу о газете. Да, помню, помню. Но сегодня мне нужно поговорить с вами совсем о другом. Я пришел говорить с вами от лица промышленников Магры. Как вам известно, главный источник дохода провинции серебряные шахты. Наши рудники поставляют серебро для священных ритуалов в храмы по всей империи. Но верхние пласты руды подходят к концу. Нужно разрабатывать новые месторождения, залегающие в глубине. О чем речь? Тут и возникает сложность с законом. Чтобы добраться до глубокой руды нам нужен порох. А указ Большого Имперского Совета запрещает простолюдинам его использовать. В столице опасаются, что, мол, мы превратим порох в оружие. Так так и будет. Но изначально вы будете использовать его по назначению, как и планировали. Но я уже сейчас чувствую военную подоплеку. Мне не нравится это. Но от этого запрета пострадают не только промышленники и рудокопы, но и вся провинция. Торговля серебром пойдет на убыль, не останется денег на покупку зерна, вскоре даже дворяне начнут нищать. Короче, достаток магры начнет падать, если мы им не поможем. Я знаю, трактовкой столичных указов занимаетесь вы, судьи префектуры. Поэтому прошу вас, господин Бранте, выручите честных промышленников магры. Внесите поправку, чтобы порох мог применяться на серебряных шахтах. Я внесу поправку, что порох может применяться на серебряных шахтах. Любым сословием. Но только на серебряных шахтах. Если порох будет применяться где-то еще вами, это будет нарушение. Испытующий Глиана Эггманда ты задаешь вопрос, почему промышленник ищет помощи именно у тебя? Я давно слезу за вашими решениями, господин судья. Вот о чем и речь, да? То есть мои предыдущие решения повлекли за собой последствия, что он сюда пришел. Они внушают мне надежду. Не во всех я с вами согласен, конечно же, но думаю, что мы сходимся в главном. Простое сословие должно получить настоящие права. Это единственный путь и для нашей провинции и для всей империи. Да, подобное провозглашает и сам префект Эльборн. Есть такое, но увы. Он в первую очередь дворянин меча. Его связывает река крови, власть наместников и арканов. Поэтому все его начинания обречены на провал. Вот поэтому-то он меня и попросил. Вот из-за вот реки крови. Предыдущее решение было вынесено именно поэтому. Я все еще думаю о тех людях. Если вы господин Бранд и действительно неравнодушны к судьбе народа, вам нужны сильные союзники из простого сословия, такие как я. Пойдемте мне навстречу и мы вместе с вами изменим судьбу Магры. Вот это вот слишком крутые слова изменим судьбу Магры. Не подорвать ли ты решил здесь все. Эггман с надеждой протягивает тебе руку. Согласиться я даже могу. Реми Эль Вильмарн сделка у нас с ним аннулирована. Я понимаю что это была за сделка. Это было еще тогда когда мы ездили к наместнику. Да я соглашаюсь. Ты вносишь поправки в закон чтобы разрешить поры в шахтах. В шахтах это очень важно. Да будем надеяться что мое положение не пошатнется. Ты отвечаешь на рукопожатие Эггмант крепко сжимает твою ладонь. Ты совершаешь сообщаешь ему что разделяешь его опасения и понимаешь что без серебра провинции не обойтись. Ты обещаешь внести поправки в закон чтобы запрет на порох не коснулся работ на серебряных рудниках. Я достаток магры увеличиваю сейчас. А ты мог бы козел мне еще и денежек навалить. Благодарю вас курощуп. дворянин которому есть дело до нуж простого сословия большая редкость. Это я да. Это и есть настоящее благородство. Я тоже верю что только союз между сословиями приведет империю к порядку и процветанию. Может рассчитывать на мою поддержку. Я могу рассчитывать да. Но опять же все это очень такое. Серебро это кровь что питает магру. Сегодня вы не просто спасли всех нас от разорения. Сегодня вы сделали немного богаче каждого жителя в нашей провинции в том числе и себя. Благодарю. Не стоило. Давайте же конечно уже сюда. Я позаботюсь чтобы семья Бранта не осталась в убытке. Это очень важно. Это действительно важные по ходу события. Да да. Отношения с ним неплохие. Сделка с ним. Я обещаю вам Бранта этот порох расколет древнюю каменную породу и сделает укрытие от нас богатство всеобщим достоянием. Дай бог чтобы все это не обернулось против нас же самих. Что мы узаконили порох в шахте которые могут использовать простолюдины. Достаток магра плюс 2. Вау. Зажиточная магра. А достаток семьи Бранты пожалуйста. Правосудие плюс 2. Вернули. От предыдущего дела вернули сюда плюс 2 и снова 8. И снова народ под защитой. Богатство семьи Бранты плюс 1. Средний достаток. в порядке но моя карьера никак никоим образом да но моя карьера никоим образом не улучшилась. Я бы конечно хотел позаботиться о своей карьере. Я на волоске. Эггман заключил с тобой сделку. Ты помогаешь ему узаконить примирение пороха применения на рудниках. Господа тяжеленькое тяжеленькое бремя судьи которое мне приходится нести. Я пошел на поводу у Эльборна. Я выполнил его просьбу. но я не стал спасать перед этим братьев из тюрьмы потому что они я слушай это мне кажется такие сейчас поворотные события. Мама мамочка моя как же мне господа спасибо что были со мной увидимся в следующей серии жизнь и страдания господина бранта я должен быть трансцендентен я должен быть от всего этого должен быть так скажем отстранен немножечко я выношу приговоры людям да они страдают но я должен понимать зачем я все это делаю всем пока пока